Суммы определились, предлагаю вернуться к вопросу выбора школьной формы. В начальных классах с этим проблем нет. В фабрике отшивают одинаковые комплекты для маленьких учеников, а вот старшеклассники собирают подходящий лук самостоятельно. Как и героиня нашего следующего сюжета. Перед школьницей Катей непростая задача. Купить одежду в магазине, заказать в ателье, или, может быть, сэкономить и поискать форму в интернете. Давайте посмотрим, какой вариант она выберет. На полках разноцветные наряды, но Катя проходит мимо красного платья и майки в горох. Она здесь в поисках школьной формы, ищет белую блузку и черную юбку. И чтобы никаких пайеток, валанов и ярких принтов. Такой он школьный дресс-код. Нужен определенный цвет, белый верх, черный низ. В то время как в других школах можно рубашки другого цвета носить. У нас нельзя. У нас проходит еженедельная проверка формы. И всех нарушителей записывают и отводят к завучу, к директору. В магазинах дешевле всегда покупать. То есть можно найти недорогую рубашку из хорошего материала. Школьный гардероб в торговом центре можно полностью обновить за 7 тысяч рублей. На распродаже купить платье, несколько блузок и пару брюк. Вот только подобрать подходящий размер или фасон непросто. Иногда можно потратить несколько дней и ничего не найти. Чтобы костюмчик сидел, нужно идти в ателье. Большой плюс в том, что одежда может сесть тебе идеально по фигуре. В то время как в масс-маркетах она тебе может просто не подойти ни в одном магазине. И такое бывает. Одежда на заказ будет по размеру, но не всем по карману. За школьную форму придется отдать примерно 10 тысяч рублей. А нужно как минимум два сменных комплекта. Если мы рассматриваем ателье, то все-таки ателье работает на индивидуальном пошиве. И здесь непосредственно уже лекало строится под ребенка. Особенности фигуры бывают абсолютно разные. Ростовка бывает разная. Ну, скажем так, детки бывают сейчас немножко полноватые пухлики. На них строить лекало гораздо сложнее. Еще один вариант – купить форму с рук. Причем сделать это можно в буквальном смысле за копейки. В интернете предлагают поношенные юбки, блузки и сарафаны. И даже школьное платье, которое уже полвека скучает в шкафу. А скажи, пожалуйста, как долго ее носили? Два года. Два года. А какие-то пятна, еще что-то есть такое? Вполне в порядке. В порядке? Правда, этот бюджетный вариант Катю тоже не устроил. Мне не нравится вносить после чужого человека. Но есть минус, что она в БУ. И зачастую, чтобы продать, люди просто пишут, что на ней нет никаких пятен. В итоге Катя решила покупать костюм в магазине. И с этим она справилась на отлично. Впрочем, не так важно, где старшеклассники приобретут наряды. Главное – к первому сентября быть в форме.